На данном дереве здесь ничего не видно. Дерево чистое, дерево свежее. Проверку древесины проводят сотрудники регионального Россельхознадзора. Они вскрывают кору и ищут под ней вредителей. Без санитарного сертификата продукция не может покинуть пределы региона и попасть в страну назначения. Сегодня проверка проходит на площадке Андреевского деревообрабатывающего комбината. У нас в области очень много предприятий по лесозаготовкам, лесоперерабатывающим промышленности. Поэтому выездов происходит от управления Россельхознадзора. Специалисты уезжают регулярно. В случае обнаружения каких-либо вредителей, весь материал будет помещен в пробирку для идентификации. И в дальнейшем уже будет направлен в лабораторию. Самые опасные вредители леса в нашем регионе — жуки-усачи. Их личинки прокладывают в стволах ходы и портят древесину. Кроме того, эти насекомые являются переносчиками опасного заболевания сосновой ствольной нематоды. Которые сильно влияют на гибель дерева. Дерево сначала прекращается в движении живицы, потом обурение, опадение хвои. И получается полный гибель дерева. На территории России самые распространенные — черный сосновый усач, малый черно-еловый усач и большой черно-еловый усач. Жуки-усачи чаще всего поражают засохшие деревья и хорошо размножаются на загрязненных участках леса. Поэтому так важно вовремя убирать валежник. Инспекторы также советуют предприятиям, которые занимаются переработкой леса, регулярно очищать свою территорию от остатков коры, щепок и опилок. Жуки-усачи захватили уже 10 районов области. На этих территориях объявлен карантин. Специалисты Россельхознадзора обнаружили вредителей на территории 17 предприятий в сфере лесозаготовок и переработки древесины. Олег Маньков, Татьяна Гордеева и Андрей Беляков. Губерния 33.